В Красноярске открылась межрегиональная конференция «Город ЖГХ Экология». Два дня представители власти, бизнеса и экологи будут обсуждать проблемы и перспективы развития коммунальной сферы всего края. С подробностями Алина Штоколова. Как экономить деньги, не экономя на качестве жизни. Это, пожалуй, основная идея конференции, которая сегодня открылась в Сибири. Грамотное управление жилым фондом, использование альтернативных источников энергии и, конечно, проблемы экологии. Эти вопросы обсудят на круглых столах и семинарах в ближайшие два дня. Больше сотни участников приехали сюда, чтобы поделиться опытом. Это и представители управляющих компаний со всего региона, и краевые власти, и студенты СФУ, которым только предстоит заняться коммуналкой. Организаторы говорят, опыт предыдущих конференций показывает, что качество работы коммунальщиков после таких собраний вырастает. Для того, чтобы все-таки жители края получали одинаковые услуги, одинакового качества и имели заботливого партнера в виде управляющей компании, вот такие как раз и нужны конференции, где люди могли рассказать о своем опыте, поделиться проблемами, услышать, как эти проблемы решаются в разных управляющих компаниях и в разных городах нашего края. Управление жилым фондом – один из самых важных вопросов на конференции. Сейчас людям нужно определиться, как они будут копить на капремонт своих домов и кто его будет проводить. Властям необходимо усилить контроль над исполнением законов в коммунальной сфере и решить проблему с задолженностями перед энергоснабжающими организациями. Коммунальщики со своей стороны должны не только улучшить качество работы, но и найти правильный подход к жильцам. Кстати, недавно администрация Красноярска обновила рейтинг управляющих компаний, и первое место заняла организация, обслуживающая всего один дом. Мы знаем о том, что жилищники – это управляющие компании, которые сегодня не совсем добросовестно выполняют свои обязанности по отношению к гражданам. И мы хотим все-таки изменить этот вектор, но вектор мы должны этот изменить благодаря именно реальной работе, которую будут показывать управляющие компании. Они должны понять, что нельзя зарабатывать на гражданах, а именно первая задача – это чтобы люди увидели улучшение благосостояния и улучшение обслуживания жилого дома. Экология – еще одна важная часть конференции, а вот и пример применения альтернативных источников энергии. Вместо того, чтобы использовать для отопления частных домов уголь или электричество, красноярцы переходят на пилеты – это отходы древесного производства. За последние два года в Крае продали больше тысячи бытовых котлов, которые работают на таком топливе, и эти объемы будут только расти. Еще один наболевший вопрос – мусорные полигоны. В регионе их столько, что можно было бы закопать под ними, например, город Сосновоборск. Это больше двух с половиной тысяч гектаров. Переработка твердых бытовых отходов в Крае уже идет. Сейчас только в Краевой столице работают 30 организаций по сбору, сортировке и переработке в Торсырье. Те предприниматели, которые работают на конечном этапе звена этого, говорят, нам нужна стабильная поставка конкретного объема вторичного сырья. И в этом смысле наша задача сегодня создать все условия для того, чтобы осуществить сбор этого сырья. От населения и от тех организаций, которые в взаимодействии с управляющей компанией, с населением уже осуществляют кустовым образом, скажем так, этот сбор. То есть выстроить вот эту систему сбора. Всего за два дня в Сибири пройдет пять таких круглых столов. Обменявшись опытом, участники разъедутся по разным городам нашего региона. Организаторы рассчитывают, итогом станет повышение качества жизни всех жителей края. Алина Штокова, Виталий Князев. Новости.